всех приветствую это будни московской бирже сегодня мы говорим про российские акции про новости про то что нас тревожит и как вообще в текущих условиях все же продолжать инвестировать в отдельные акции выискивать всего этого хорошей бумаги зарабатывать на этом деньги сегодня попробуем про это поговорить и честно говоря столкнулся с последние месяцы с большими проблемами в отборе бумаг какие покупать какие продавать и постараюсь сегодня рассказать к чему я пришел и как мне кажется наверное одним из единственных способов в ближайшие годы зарабатывать в россии на российских акциях и так давайте начинать но начинаем это по традиции напоминаю что у нас есть телеграм-канал в телеграм-канале где у нас выпускаются новости о текущем состоянии рынка иногда мы шутим даже такие шуточные появляются гифки иногда выпуск к выпускаю там я свое себя в кружочке рассказывать кучи ситуации в общем весьма интересный надеюсь телеканал телеграм-канал поэтому подписывайтесь заходите ссылку оставлю внизу чтобы мы были с вами в контакте всегда ну и конечно же не могу не пререкламировать то что у нас на следующей неделе стартует вебинар который проводится раз в три месяца по глобальным рынкам для тех из вас кто хочет диверсифицироваться не только отбирать из трех бумаг какую ему купить а иметь возможность покупать и в гонконге и в сингапуре и на рынке сша и на европейских площадках выбирать себе хорошие дивидендные компании инвестировать в огромный список айти компаний майнинговых компаний милости просим следующий четверг 18 августа 18 30 у нас будет большой часа на 3-4 вебинар где мы поговорим про сотню хороших компаний которые есть в том числе у меня в портфеле и я покажу свой глобальный дивидендный портфель который будет простираться от американских акций бразильских акций сингапурских гонконгских австралийских и так далее то есть большой выбор для вашего дивидендного пассивного портфеля от глобальных рынков ну и конечно поговорим о том как в текущих условиях продолжать безопасно инвестировать на глобальных рынках ссылку тоже внизу под описанием не забывайте переходите сейчас записывайтесь в следующий четверг с вами увидимся там но мы переходим главному что у нас сейчас происходит на рынке начнем наверно с того что российский фондовый рынок упал на уровень теперь пандемического минимума тот который у нас был на феврале-марте 2020 года и мы задаемся важным вопросом будет ли отскок то есть на текущий момент уровень цен на ряд акций да притом на большой ряд этих акций достаточно низкий то есть есть у нас большое количество компаний которые на текущий момент торгуются совершенно за копейки то есть рынок немножко опустел иностранцы ушли заблокированы кто-то перемыть матерясь продал свои акции ушел но остальные боятся покупать соответственно рынке находится на минимумах кому же это выкупать куда это все придет сейчас я через пару слайдов покажу вам карту что можно делать какими компаниями можно работать какими компаниями нельзя работать и конечно вопрос будет ли восстановление всего этого индекса и когда да если будет то в этом случае те кто покупает сейчас когда все вроде плохо все ужасно заработают свои сто процентов наложенный капитал но либо будут нести риск того что ситуация может дальней в дальнейшем ухудшаться и рынок акций дальнейшем про идти вне и вниз кто-то даже прогнозирует уровень 1500 по индексу московской биржи поживем увидим теперь переходим к новостям которые нас последнее время пугает начать первое центральный банк российской федерации будет содействовать в ускорению девалютизации в стране и вводить до доп меры для сокращения операции банка в долларах и евро в последнее время у нас много всяких d на дивалютизирует нас понимаете то есть жил ты все спокойно жил и потом раз цб хочет тебя дивалютизировать ладно в итоге доля юаня в объеме валютных торгов на московской бирже приблизился к 20 процентам я думаю это вопрос времени да если тренд который у нас сейчас есть продолжится то вопрос о том что китай будет не только официальной валюты в россии и они может быть никогда не будет но то что это будет вторая после рубля валюта я уже должен из не сомневаюсь по количеству китайского автопрома который нынче бороздит примерно мой регион до его и становится все больше и больше то есть если год-два назад китайский автопром например практически мне не встречался или встречался самые дешевые варианты где-то там то сейчас весьма респектабельные люди ездят на китайском автопроме я думаю через пару-тройку лет только китайский автопром и будет не считает или сотых телефонов и так далее то есть вопрос о том что россия попала в орбиту китая это даже уже ни с кем не оспаривается но и конечно не забывать что что давайте сейчас откроющую карту не только не только юань но и гонконгский доллар становится станет вторым скорее всего то есть у нас будет выбор купить юань или гонконгский доллар если юань принципе неплохая валюта но она ходит то вверх то вниз относительно доллара там своя история есть своя макроэкономика там свою поддержка китайской коммунистической партии то гонконгский доллар привязан к американскому доллару или стоит в среднем где-то 7 гонконгских долларов 7 и 8 7,8 к американскому доллар то есть вы хотите доллар как бы совсем привязку то это гонконгский доллар а сейчас кстати говоря ценник уже нормализовался то есть если сейчас доллар у нас стоит 60 рублей 67 копеек то если мы через кросс-курсы делаем то справедливая стоимость гонконгского доллара уже примерно там сейчас разница всего лишь в несколько процентов напомню что в период когда у нас произошло пиковое погружение фондовых рынков то есть у нас гонконгский доллар улетел 7 до 32 то есть это абсолютно ну бредовые значения и постепенно приходил себя сейчас вот гонконгский доллар можно сказать что уже примерно торгуется по нормальным ценам то есть где-то сейчас пару процентов всего лишь разница еще несколько месяцев назад гонконгский доллар был там где-то на 10 процентов дороже своей как бы реальные стоимости через кросс-курсы других валют поэтому сейчас все я думаю что гонконгский доллар что китайский юан эти две валюты которые в ближайшее время займут ну все там будет конкурировать естественно с долларом доллар пока никуда не уходит американцы тоже не дебилы они как бы стараются не отрекать россию от доллара чтобы не создавать прецедентов на то есть если к в россии можно то и остальные тоже пойдут но так вот там значит мы с вами постепенно переходим в орбиту китайских валют и будем с ними или вынуждены будем теперь с ними работать наша последняя надежда как говорится дальше идемте минфин сообщил о желании бизнеса без бизнеса пересмотреть применение мсфо нач министерство финансов россии получает все большее предложение от бизнеса пересмотреть применение международных стандартов финансовой отчетности в качестве стандартов составляющей консолидированной финансовой отчетности ну и на этом фоне еще новость ростелеком не будет публиковать финансовую отчетность за второй квартал вот эта тема которую хочу немножечко с вами все-таки обсудить потому что это на самом деле огромная проблема для вообще фондового рынка да и в целом для экономики российской значит смотрите что происходит значит все крупнейшие компания которые занимались аудитом российской финансовой отчетности публичной компании эвакуировали да не все и уехали куда-то соответственно остались местные игроки ну которым доверие да хотите доверять хоть не доверять это то есть но окей кто-то остался отлично хоть кто-то остался они пускай аудируют но мы судя по всему есть бизнес какой-то который говорит что как бы зачем нам вообще теперь мсфу отчитываться а может быть какие-нибудь свои там хитрые новые стандартики сделаем то есть суть заключается в том что мсфо это хорошо уже была забалансирована система международной финансовой отчетности где есть четкие правила ты знаешь что смотря мсфо не знаю там компании газпрома например да условно отчет ровно такой же как если мы посмотрим exxon mobil отчет там по мсфо да то есть такой же отчет все если начнется плавный переход на какой-то российский стандарт финансовой отчетности до который только в россии как бы вопрос доверия к этому отчету начнет возникать у нас на насколько вообще в целом когда у нас уходит независимо условно аудиторы остается только какие то может быть ручные подкормленные аудиторы собственные да потому что при компаниях то вообще возникает вопрос а насколько можно доверять этой отчетности то есть то что есть вообще какой-то запрос что давайте мсфо теперь не отчитываться это очень плохо это очень это очень плохо это ужасно и на фоне этого еще ряд компании говорит что а давайте-ка не будем публиковать отчетность а давайте к нему вопрос такой тем кто заведует финансовым рынком россии вы вообще хотите чтобы российский финансовый рынок вообще существовал или вам наплевать ну давайте уйдем от мсфо давайте не будем публиковать отчетности отлично давайте превратим российский финансовый рынок в спекулятивную угадайку. Давайте купим здесь, он на 30% выросло. То есть мы сейчас, по сути, уходом от МСФО, убиранием отчетностей воспитываем в людях спекулятивную составляющую. То есть доверять компаниям, доверять фондовому рынку нельзя. Давайте просто херачить с утра до вечера, интродэй, вообще чудесно. Истачивать капитал населения комиссий и брокеров. Идеальное направление движения российского фондового рынка. Потрясающе. Вообще, как можно это начать даже обсуждать? Нет, все, есть МСФО, хорошо мировое используется. Что в Китае, что в России, что в Индии, не знаю, что в Бразилии это МСФО. Что это за вот этот бред какой-то? Мы что там на острове собрались жить? Сами с собой торговать? Ну это какой-то, ну, честно говоря, это прям омерзительно. Что вообще такие разговоры ведутся и что вообще компания перестает выпускать финансовую отчетность. Ну и на фоне этого всего, как раз, приходя в финансовую отчетность, которая сейчас публикуется, значит, слава богу, есть те, кто публикует, и давайте, как бы, отдадим, как бы, дань уважения за то, что они публикуют эти отчеты, но немножко покритикую. Значит, ВКонтакте, как вы знаете, теперь у нас стало государственным предприятием, да, то есть в ГУП, ВКонтакте теперь это, да, типа можно назвать, то есть государственное унитарное предприятие ВКонтакте или там реестр ваших фотографий теперь, это государственный. И вот они отчитались во втором квартале сегодня буквально, значит, об убытке в 15 рублей на акцию. О, спрашивается, доминирующая социальная платформа и рекламная платформа в России вместе с Яндексом, то есть вот две такие платформы, куча всяких этих сервисов, куча всего за эти годы было развито. Вопрос, где деньги, Зина? Потому что если мы откроем с вами Яндекс, Яндекс во втором квартале собрался, то есть Яндекс сказал себе, так, ребятки, чё-то какая-то херня пошла, вкладываю деньги. То есть почему Яндекс тоже минусил последние кварталы, да, то есть, ну или там минимальный профит у него был. Потому что они в конкуренции вкладывали кучу денег в стартапы свои, в, там, не знаю, Яндекс.Маркеты, в общем, а потом, как бы, экономика сложилась, и в Яндексе почесали репу и сказали, так, чувствуется, экономика больше не растёт, а значит, нужно бы немножечко пояса подтянуть, они подтянули так пояс, что почти рекорд, ну, по скорректированной чистой прибыли вообще рекорд показали. В то время как ВКонтакте показала минус. Я думаю, предполагаю, поскольку это всё-таки государство-унитарные предприятия ВКонтакте, ему смысла особо денег зарабатывать нет. То есть там цели становятся совершенно другие. То есть, подводя, как мне, такой конклюжен, после того, как то, что сделали с Газпромом, то, что вот ряд государственных компаний не публикуют отчётности, я прихожу к некому, такому предварительному заключению. В заключении оно следующее, что инвестировать в компании, где есть ключевой акционер государства, становится, ну, может быть, не совсем выгодно. Почему? Потому что у государства сейчас совершенно стали другие цели, нежели чтобы компании генерировали денежный поток. То есть для них сейчас привычно, как вот я в Аэрофлот, когда говорил, никогда говорю, не инвестируйте в Аэрофлот, потому что у Аэрофлота чисто социальные цели. Цель перевести пассажиров, чтобы они не барагозили, да. У ВКонтакте, я уверен, совершенно другие цели, не зарабатывание денег. То есть цель ВКонтакте, ну, какой-то учёт, реестр людей, лайков, комментариев их, что они там говорят, куда смотрят. То есть совершенно другая тема. Да, они главное, чтобы зарабатывали себе, на покушать, как говорится. Ну и ладно, да. То есть вот мне такая. То же самое касается там других компаний. То есть цели сейчас, по крайней мере, на этот год, на следующий, может быть, год в государственных компаниях не вам денег заработать, а какие-то свои функции государственные скорее выполнить, нежели. Поэтому лично я отказался полностью инвестировать в, по крайней мере, в этом году точно, в компании, где есть госучастие. Потому что там либо дивидендов не будет, либо отчётов не будет, либо ещё чего-то. То есть, ну, опять же, я не отменяю, что всё-таки государству деньги нужны будут, и очень много. Поэтому какие-то компании с госучастием, безусловно, выплатят свои, там, 50% от МСФО. Это, да, скорее всего, случится там, где нельзя изъять деньги путём какого-нибудь НДПИ, там будут через дивиденды их изымать. Но там, где можно через НДПИ, скорее всего, через НДПИ и в остальных его заберут. Поэтому это вопрос, на мой взгляд, Вот. Что касается, вот, допустим, Яндекса, отличный отчёт, шикарная компания. Бери, покупай, беги только, да? Ну, у нас есть проблема, сейчас мы про это поговорим. То же самое проблема касается Распадской. То есть ещё одна проблема, смотрите, Распадская отчиталась сегодня, показала за полугодие 75 рублей чистой прибыли на акцию. Что такое 75 рублей чистой прибыли? С учётом того, что мы берём так называемые следящие 12 месяцев, берём с вами за последние два полугодия доход, то есть у нас получается где-то, ну, вот считаем, 150 рублей чистой прибыли на акцию, 150 рублей, делим на текущую стоимость, да нет, мы не так, это я хотел дивиденды посчитать. То есть делим с вами 300, да, это прайс, earnings, earnings у нас 150, получаем с вами PE2, то есть компания суперприбыльная, мегаприбыльная, до хрена денег заработала, а дивидендов не выплатит. Она говорит, ну, извините, ребятки, как бы, дела такие, а почему? Потому что больше, чем 90, по-моему, 92, 93 процента акции принадлежит компании Евраз. Евраз, это у нас компания с, в конце, с тремя буквами PLC, Public Limited, да, компания, по-моему, PLC, да, так, это у нас британская юрисдикция, британская компания. Денег туда, из-за распадской, не пойдут, как вы понимаете, да, ни за что не пойдут. Соответственно, у нас есть мажоритарный акционер Евраз, соответственно, он говорит, типа, я денег-то не получу, да, что, а миноритарии, ну, миноритарии, это их проблема, как бы, хотите, инвестируйте, хотите, не инвестируйте, как бы, порешаем как-нибудь. В итоге, то есть, у нас создается, получается, видите, какой объем компаний, то есть, одни государственные, которым, как бы, не до вас, другие компании, которые с юрисдикцией, владельцы основной за рубежом, не до вас. В итоге, я создал такую схему инвестирования, то есть, во что сейчас в России можно у нас инвестировать. То есть, у нас есть компании с листингом на московской бирже и владением в России. В этом случае, в эти компании можно спокойно инвестировать и с ними работать, да, то есть, если мы откроем с вами эту карту, ну, я так сходу наберу, какие компании под это подходят. Нам подходит МТС, Ростелеком, Сбербанк, подходит Московская биржа, подходит, кто у нас еще там, кстати, с ПБ биржи не помню, подходит, не подходит. Банк, Санкт-Петербург, там, самолет подходит нам, ПИК подходит. Опять же, надо смотреть, через что там ПИК владеет. Там надо тоже понимать, это сходу вроде так листинг в России, а там владельцы, где не уверен, кто владелец детский мир, это тоже вопрос такой, кто там у них. Сейчас вроде Free Float большой, по идее, тут тоже детский мир может подойти под это. Конечно же, Positive Technologies подходит под это, да. Кто еще? там. Ну, практически, ну, кто, InterRAO подходит. N+, групп, надо смотреть, надо, не помню, не помню, не помню, через какие они там прокладки все это владеют. Опять ГМК, там они через иностранные, но они вроде, тоже надо выяснить там уже. То есть, с Лукойлом тоже вопрос сейчас возник, кто там новый владелец? Вот непонятно. Вагит Ясупович ушел, что теперь, кто там владелец, через что владеет, как будут вообще платить дивиденды, не будут. То есть, полная тишина в Лукойле. Там слухи, а может, его кто-то купит, может, он часть, там, не знаю, в Роснефть войдет, а может быть, его купит от нефти. Ну, неизвестно вообще, что происходит. То есть, тишина полнейшая, да. там, фосагра тоже, видите, не выплачивает пока. Нижникам с нефтехим, да. Тоже, надо смотреть структуру владений. То есть, у нас остается много вопросов. То есть, нам по-хорошему, мы можем инвестировать спокойно только в компании с листингом, и если владелец, тоже россиян, там, либо ООО какая-то, или физлицо в России, и так далее. В этом случае дивиденды доходят, и нет проблем с заморозкой, и так далее. У нас есть компании с листингом в России, но с владелицем вне РФ, да, когда, типа вот Распадская, Распадская у нас листингуется в России только, а владелец британская компания. Все, приплыли, да, как бы дивиденды вы не получите. Дальше у нас есть компании вообще без прямого листинга в России, то есть, у нас второй листинг здесь в России. Это вот всякие ГДРки, например, здесь вообще ГДРки у нас торгуются на птичьих правах. Насколько, опять же, я понимаю ситуацию, получается, что ты покупаешь любую ГДРку, там, X5 Retail Group, Global Trans, там, не знаю, тот же ВКонтакте, и информация остается только внутри России, да, при том, что головные компании располагаются либо на Кипре, либо на Британских Виргинских островах, либо в Голландии, например, как у X5 и у Яндекса. Но информация, по логике, если у нас сломано сообщение между НРД и Евроклиром, не проходит. То есть, все, что происходит, как бы, на московской бирже, остается на московской бирже. Знаете, такая поговорка есть, что происходит в Лас-Вегасе, то в Лас-Вегасе. То есть, по сути, мы внутри, как бы, такого некого аквариума торгуем между собой, но при этом сама компания вообще не понимает. Реестр, основной реестр держателей, там не меняются собственники. То есть, вы купили квартиру, а реестр, то, что вы владелец квартирой, находится в другой стране, а в ту страну нет почтового сообщения. Вот, что происходит. То есть, компания без лейтинга в РФ, это такие черные ящики, которые, вроде, торгуются на москбирже, но, как бы, компания не знает о том, что вы владелец ее акции. Вот и все, пока это не подчинен мост. Ну, и последний тип у нас, новый стал образовываться тип, это компании, которые в CDN списки США и Европы. То есть, либо там, ну, полная блокировка. То есть, с этими компаниями вообще непонятно, как они будут дальше существовать. То есть, где они будут оборудование покупать, как они будут там перекредитовываться, как они вообще с валютой хоть какой-либо будут работать. Таких компаний пока немного, но, боюсь, с учетом того, что санкционное давление все растет, такие компании постепенно все больше и больше будут растять. Поэтому, в итоге у нас остается из всего этого списка такое более-менее безопасно, вот зелененьким выделены у меня компании с листингом в России. И, возможно, какие-то компании, типа компании без листинга, да, которые в ГДРке торгуются у нас, они могут постепенно, конечно, должны переходить, вот в этот зеленый квадратик. Но что-то как-то пока тишина. То есть, там, кто у нас, Европейский медицинский центр вроде объявил, что он вроде как хочет там, ну и все. Тишина. То есть, у меня вот сейчас на август месяц, спустя, получается, февраль у нас почти шесть месяцев. За шесть месяцев создаётся впечатление, что ребята, которые ГДРки держат, им вообще, как бы, наплевать. Компании, которые с листингом в России, но акционер за рубежом не может выплатить все дивиденды, ему тоже как-то, ну, типа, ваши проблемы, да? Ну и компания в сиден списке, там можно им только пособолезвовать, потому что они уже ничего, да, они могут нормально сделать. В итоге, вот такая картина у нас вырисовывается к августу 2022 года. Ну и когда выходят такие новости, типа, акции ФСК выросли на 9% на новосях о параметрах присоединения к компании к Россетям, а Россети упали на 9%, ну, тут понимаешь, что, опять же, акционер государства в обеих компаниях, что-то, он там с каким-то своим соображением, что-то там каким-то коэффициент и скорректировал, что-то там купил. То есть, эти компании тоже становятся не рыночными, то есть, это становится государственное магнитарное предприятие, которое преследует какие-то свои личные цели, но не цели акционеров-миноритариев. То есть, защита миноритариев, ну, вообще никакого здесь нет. То есть, делайте миноритари, хотите, знаете, вот отношение, мне кажется, такое, типа, хотите, ну, покупайте акцию нашу, ну, не хотите не покупайте как бы ваши проблемы то есть ваши проблемы как бы шерифа них не заботит как проблемы индейцев шерифа не беспокоит вот этот пика что сейчас типичное отношение к миноритарям это то что и миноритарь просто индейцы вот что-то они там тусуются на своих территориях в своих там резервациях до каких-то telegram канальчиках там ютюб чеках ну и пусть тусуется короче все равно никто не будет подмен на ритм подстраиваться думать что кто-то там что-то не получит дивиденды какие-то роста акции получит да пофигу вообще чего там получите не получите кайса не до вас сейчас ребятки какие вы там никогда у нас не было капиталистического общества и никогда не будет ребят успокойтесь как это вот примерно такое конспект ну и конечно же вот когда у нас там неделю назад сша ввели новые санкции у него попалась на владелец виктор рашников а также сам комбинат ммк да здесь конечно очень важный вопрос заключается теперь как да то есть не просто попал в какой-то санкции это сиден список это полный блокирующий список который предполагает что любая компания которая работает не только сша но самом к пускай даже китайцы да китайская компания тоже попадет в этот список и естественно вопрос оборудования поскольку в россии оборудования металлургического крупного по-моему нету там все закупалось раньше в том числе на ммк закупалась либо у немцев либо последние закупки были у китайцев вопрос как ну как то может быть они будут какие-то прокладки которые попадут в этот список но вопрос теперь обновление оборудования это вопрос весьма и весьма открытый то же самое северсталию теперь то есть как эти столетийные компании будут обновлять оборудование как что-то вопросов больше чем ответов то же самое со сбербанком где он сервера будет брать как он будет их брать как доставлять такой серый импорт будет то есть не знаю челночники будут ездить в этих барсеток привозить чипы для сбербанка для а там же барсеточник не привезет все это дело то есть много много-много вопросов есть ну и конечно же на фоне терпатер конклюжен этикать заключение на фоне того что нет отчетности на фоне того что всем плевать на миноритари в дивиденды как бы слава есть все таки сейчас есть и какие-то компании которые мне спасибо за то что вы выпускаете отчеты за то что вы платите в дивиденды спасибо что вы стали у вас мало но вы остались такие сейчас я покажу какие мне нравятся компании безусловно такие тоже есть и у нас говорю на фоне все-таки отсутствие отчетности отсутствие объемов отсутствие нормальных крупных игроков фондов получается рынок плавно переселяется из инвестиционного где мы покупаем акции в чисто спекулятивный рынок и даже я уже начинаю туда купил раз выросла продал купил продал купил продал какое-то ядро держу но чувствую тоже надо теперь продавать регулярно все это что купил и у нас pump and dump вот американская такая стратегия торговли акциями pump and dump накачал слил накачал слил да то есть накачивает акции они взлетают как сумасшедшие а потом сливаются как сумасшедшие у нас сначала правда был дам потом и pump то есть dump and pump у нас как бы видимо типичная наша будет московская биржевская тема значит санкт-петербургская биржа на фоне того что они что-то там с утра за открыли торги якобы до послужилось к триггером к тому чтобы рынок за три дня в этом выросли за 4 на 120 процентов то есть санкт-петербургская биржа говорит мы начинаем там торги двухстами компаниями утром там понедельник бамс за пять дней 120 процентов за четыре дня служит пожалуйста по памп дальше ok объявили в августе дивиденды притом эйч как там их инвестор relationship менеджер менеджер по работе с инвестором сказал что прямо прям прямым текстом сказал что как бы миноритарии никаких дивидендов не получит потому что нету связи с евроклиром ну как бы важен миноритаре это ваша проблема но все так возбудились так возбудились там о дивиденды окей ну как бы не читай да все такое выросло но видимо еще посмотрели что слишком сильно цена упала но это же плюс восемь шесть процентов за три дня кто это делает дальше headhunter нет то что headhunter укатали явно он стоил дороже должен стоить дороже даже при текущих ценах вопросов у меня не остается но то же самое три четыре дня сто процентов бамс кто это кто это кто кто это делает это телеграм-каналы которые там туда подписчиков вы выкидывает кто то есть у нас ведь рынок становится таким вау туда-сюда 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 вот пользуемся то сейчас типичная наша тема это pump and dump то есть московские значит pump and dump использовался очень часто в америке особенно там двухтысячных годах 2010 я помню очень много спекулянтов было из российских трейдеров которые торговали на пенни стакс пенни стакс это акция которая стоит цент и цент и до пенни пени цент и то есть это компания всяко говно отвратное которые тоже ни отчетов не выпускают которая там вообще непонятно как живет пени стакс вот смотрели олл стрит они продавали пенни стакс вот это говнище на otis на uchis это оводы каунтер то есть это вне биржевой галимы вонючий рынок короче там самое класс это тусить короче покупать эти центовые 2 3 5 центов и акции pamp and dump pump and dump pump and dump я Я просто не хочу, чтобы московская биржа и московский рынок превратился вот в этот OTC, прообраз, короче, OTC вне биржевого центового американского рынка, где зверюги-спекулянты херачат туда-сюда памп-н-дамп акции компании, которые нифига не отчитываются, да и вообще, которые еще заикаются о том, чтобы МСФО не отчитываться. Правильно, РСБУ нам вообще ничего не говорит о том, что внутри компании происходит, так давайте еще и консолидированную отчетность в виде МСФО убьем, короче. Давайте что-нибудь там сделаем, замутим какую-нибудь штучку, такой будет наша отечественная какая-нибудь, отечественная финансовая отчетность, отечественная финансовая, ОФО будет, ОФО, вместо МСФО будем ОФО смотреть, читать, короче, и какая-нибудь ООО «Рога и копыта» аудиторская компания будет эту ОФО подтверждать. Прекрасно, прекрасно, прилетели. Ну, видите, это реальность, я вам просто показываю, что вот как я вижу ситуацию. Окей, значит, российский рынок в целом, если посмотреть карту по рыночной капитализации компании, найдите российский рынок здесь, то есть размер страны равен рыночной капитализации компании. То есть российский рынок в принципе не был никогда на финансовом центре мировом, да, то есть я помню, его пытались поднять до финансового центра, но потом как-то тема забылась, да и не до финансовых центров оказалось. То есть есть куда более глобальные задачи у правительства, нежели делать из России финансовый центр в последние годы. И, соответственно, получается, что если вы остаетесь полностью, да, то есть вот эти все, мы только инвестируем в российский фондовый рынок, то получается вот то, что была картинка, если мы ее поделим еще на три раза, вот найдите, да, Россию, теперь поделите вот это на треть, это те компании, которые более-менее можно инвестировать, потому что я вам объяснил, что есть компании государственные, которые не до вас, есть компании ГДРки, которые непонятно вообще, что с ними будет и как там будет расконвертация, конвертация в акции, тоже непонятно. То есть пока их тоже там нормально, в них только спекулировать с ними можно. Третья компания, которые попали в жесточайшие санкционные списки. Все. Да, и четвертая, те компании, у которых иностранные владельцы и дивидендов вы не увидите, а, соответственно, и переоценку тоже не увидите. И вот там, не знаю, даже не третья, а четверть осталось от этой капитализации, в которой можно там с ними работать. И получается, что вы говорите, я не буду глобально инвестировать, я буду инвестировать в российские акции. Ну, окей, давайте тогда мы честно признаем, что мы не будем инвестировать в российские акции, мы будем спекулировать, жестко, жестко спекулировать компаниями. Все. Вот и вопрос. Поэтому, когда в следующий раз там, когда говорят, я продолжу инвестировать в российские акции, ответьте, ты будешь инвестировать или ты будешь памп-эндамп-энд заниматься? Вопросов нет. Просто не обманывайте себя. Инвестиции-то когда? Первое. Ты видишь отчетность. И отчетность правильно, ее заверил аудитор, которому ты доверяешь или которому доверяет финансовое сообщество. Второе. Менеджмент дает четкие планы развития, понимание, куда идет компания, что там будет. Третье. Что у него есть история. Менеджмент не кидал с дивами. Менеджмент говорит и в целом стратегии это исследует. Ну и четвертое. Это, конечно, прозрачность всего этого процесса. Прозрачность постоянное общение с инвесторами. Это день инвестора. И компания при этом в России платит дивиденды. И нет вот этой дурацкой схемы владения через западные офшоры и так далее. Вот. Вот это инвестирование тогда в этом случае. А все остальное это спекуляции. Вот это вы должны четко понять. Что мне нравится. Давайте несколько компаний, которые мне нравятся, которые в последнее время принесли наибольший доход. Конечно же, это Positive Technologies. Компания в России. Компания для России. Компания под санкциями, которая не позволяет ей, в принципе, владельцам быть за рубежом. То есть в этом случае компания и платит дивиденды, и находится на острие сейчас защиты от кибербезопасности, отдельных компаний, корпораций и так далее. Молодцы. Вот я их... Они никогда дешевыми не были особо, только, может, в провале в феврале. И когда я покупал в районе там 850-900, это было недешево. Я покупал с Price to Earnings в районе 25-26. Даже по 30. То есть это недешево было. То есть Яндекс прямо в разы дешевле, чем по мультипликаторам, чем Positive Technologies. Но, видим, растет. То есть вот эта компания, которая единственная в IT-секторе, которая находится как бы не в ГДРках, АДРках, не владеет ими какой-нибудь иностранец и так далее. Вторая это Novotec. Здесь тоже свои риски есть, но чем Novotec хорош? То, что здесь все у нас получается газом. Не, они не могут, эти ребятки из-за рубежа, не могут забанить пока, надеюсь, Novotec. Да, потому что там есть международное участие, потому что это газ, газ, и сейчас энергетический кризис нафиг никому не сдался. То есть пока они не могут дотянуться. Плюс у Novotec сейчас запуск начинается в 23-м году Arctic SPG-2. То есть увеличение огромное. Я не помню, сколько там еще, по-моему, 15-17 миллионов тонн SPG они запускают. То есть удвоение у них происходит. То есть там хорошо все. Если на нефтянку российскую пытаются G7, Евросоюз, Америка наложить санкции в виде максимальных цен на продажу, то на Novotec вряд ли они это смогут сделать и вряд ли сделать. Там долгосрочные контракты. Поэтому из нефтянки всей Novotec. Единственное, говорю, у меня есть Lukoil сейчас. Но там вот какая-то прямо вот я держу, пока не узнаем, что произойдет. Потому что он не платит дивиденды, отмалчивается, пока отчетности тоже не видно. Посмотрим, чем все это закончится. Здесь тоже пока плюсы, такой приличный. Ну и давайте сейчас еще парочку-троечку компаний. Значит, что есть интересного еще? То есть была распадская интересная. Прекрасно, да? Хренко. Дивидендов нету и вообще непонятно пока. То есть пока они там не разведутся с Евразом, делать там особо нечего. Что интересного? Мне нравится Сбер, но пока это раскрытие стоимости будет, я думаю, не раньше, чем через месяцев 7-8. То есть на ближайшее время это даже не стоит. Мне нравится очень самолет, то есть и корпоративное управление, и то, как они платят дивиденды, и в целом развитие. Но здесь есть риск, что будет с недвижимостью, да? Если цены на нефть, если цены на ставка будет падать, то здесь, в принципе, неплохо. То есть ГК-самолет там мне очень нравится. Ну вот я просто не хочу все подряд тут называть, но вот есть несколько вот таких прям компаний, которые мне очень нравятся, которые могли, могут и могут. Я немножко еще докупил Магнита, потому что покупать сейчас X5 невозможно, дивиденды-то не получше. А Магнит, хоть и не выплатил за 2021 год, но у него есть все возможности, шансы платить сейчас за полугодие, там за 9 месяцев дивиденды. Поэтому Магнит я сейчас докупал. То есть опять же он находится внутри контура российского. Поэтому еще раз подводя итоги, не надо только инвестировать на российском рынке. Слишком мало осталось компаний, которые можно безопасно инвестировать. Но при этом трейдить внутри российского контура можно легко и просто вообще без проблем. Pump and dump'ы сейчас будет на ура только. Но не забывайте, что сейчас постепенно открывается Гонконг. Рынок, не могу сказать, что он какой-то супер крутой, там тоже депрессивный рынок. Но тем не менее, если мы хотим дивиденды, все-таки дивиденды от нормальных компаний, там есть. Вот, например, сегодня отчиталась компания China Mobile. Она платит дивиденды как МТС дважды в год. И дивиденды доходность не сильно там меньше. Ну, там чуть-чуть меньше, но она платит в гонконгских долларах. Там, по сути, на самом деле идет конвертация из китайских юаней в гонконгские доллары. Но, вот буквально когда на днях там размещался русал у нас, русал, да, облигация русала в йенах, в юанях. И получается, что там сейчас, давайте я открою, просто покажу вам. Вот он выпуск, выпуск пятый, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, вот в юанях, в юанях выпуск пятый. Вот он начал торговаться. У него доходность 3,8. 3,8. 3,8 в юанях. При том, что у нас, опять же, есть China Mobile. 8 процентов. 8 процентов. И вот я сейчас жду отчетности. Сейчас откроем. Я жду отчетности. Химической, нефтехимической компании китайской. Тоже хорошие дивиденды. Это у нас компания China Petroleum and Chemical Corporation. Она торгуется как на Нью-Йоркской фондовой бирже, так и можно купить напрямую в Гонконге. Надеюсь, просто ребята с Санкт-Петербургской биржи начнут все-таки побольше добавлять компании, у которых хорошие дивиденды, а не всякую херню. 15 процентов див доходность. 15. То есть, условно, когда мы говорим, мы хотим купить Нижнекам с нефтехим. Ну вот, вместо Нижнекам с нефтехима, там можно купить China Petroleum and Chemical Corporation. В общем, дивы такие же размеры, только их еще платят в юанях и так далее. То есть, я хочу, чтобы вы не сосредотачивались и не уходили в такую же глубокую оборону, как уходят некоторые товарищи. А давайте МСФО не отчитываться, а давайте вообще отчеты, а давайте залезем под стол и там будем сидеть и бояться всего мира остального. Не надо, не надо закрываться, будьте открытыми и все у вас получится. На этом все, спасибо за внимание, надеюсь, сегодняшний выпуск не был слишком истеричным, но, честно говоря, задолбали они этим бредом, который невозможно читать уже. Ладно, все, всем пока, счастливо. Субтитры подогнал «Симон»